Бал для победителей в Чувашии на торжественном вечере подвели спортивные итоги прошлого года. 2012-й выдался богатым на победы и новые рекорды. Лондонская Олимпиада, международный турнир по самбо, чемпионат по легкой атлетике. Чувашские спортсмены становились призерами многих соревнований. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Чувашия – республика крепких и выносливых, и это еще раз подтвердил прошедший год. На спортивном небосклоне зажглись десятки новых имен. Их победам и рекордам рукоплескал весь мир. Сразу четверо чувашских олимпийцев вошли в десятку лучших на планете в своих дисциплинах. В Лондоне в составе сборной России были пять сильнейших спортсменов из Чувашии. На родину с наградой вернулась только одна, но и другим удалось значительно улучшить личные результаты. Самая юная участница команды Кристина Савицкая в российскую сборную попала в последний момент. Для нее это стало счастливым билетом в большой спорт. Я очень рада тому опыту, который я получила на этом старте. Он непосредственно поможет мне в дальнейшем удержаться на взрослом уровне. Настоящим открытием прошедшего спортивного года стала участница паралимпийских игр Елена Иванова. В Чувашию она вернулась сразу с тремя медалями высшей пробы. Причем на одном из стартов в Лондоне победы от нее никто не ждал. Девушке удалось обойти сильнейших соперников. Помогли тренировки по уникальной методике. Прошлый год для чемпионки стал поистине счастливым. Она вышла замуж, а потом получила новую квартиру – подарок от властей. Теперь вместе с супругом готовится к новым рекордам. Чемпионат России будет у нас в феврале месяца. Чемпионат мира будет летом. Ей дали передохнуть, а сейчас уже новыми силами приступили к новому олимпийскому циклу. И я думаю, будет все нормально. Но этим балом правили не только олимпийцы. Мировых побед в ушедшем году добились и юниоры. На пьедестал почета поднимались лыжники, легкоатлеты, лучники. На спортивный резерв Чувашии возлагают большие надежды. На летнем чемпионате, на дворе, на олимпиаде они были третьими, четвертыми. То есть чуть-чуть не хватило, буквально до путевки. Не раз Чувашии выпадала честь проводить престижные соревнования. Их удавалось организовывать на самом высоком уровне. Это отмечали гости самых разных регионов. В этом году все флаги вновь вернутся в гости к нам. В прошлом году чемпионат по легкой атлетике был на нашей территории. Другие спортивные направления тоже у нас поднимаются. Наград на этом вечере удостоились и журналисты. И именно благодаря им о спортивных победах узнавала вся страна. Среди победителей конкурса редактор национального радио Григорий Вакуа. Автор передачи «Чемпион» в эфире рассказывает не только о спорте высших достижений. Его героями становятся и жители самых отдаленных сел. Те, кто добивается успехов. О великих мастерах, олимпийцах, так и о молодых юношах и девушках, которые участвуют в спортивных состязаниях в республике, в регионе, а также у себя в районе, на селе, в школе у себя. Как и в прошлом году, на этом вечере спортсмены вновь поднимались на пьедестал. Только теперь им вручали кубки и звания лучших. Все герои этого бала скоро с головой идут в тренировки. В этом году от них ждут новых побед. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.